Представители ОБСЕ и Европейского Союза в Молдове знают о ситуации на трех приднестровских предприятиях. Знают и понимают, что грузы этих предприятий Кишинев не пропускает и люди сидят без работы. Об этом в интервью ТСВ сказал начальник главного внешнеполитического управления МИДа Дмитрий Паломарчук. Все международные участники детально осведомлены об этой ситуации. Более того, я вам могу сказать, что многие из них понимают, что грузы являются сугубо гражданскими. Они понимают, что их потребители в Европейском Союзе, в Украине, в России нуждаются в этих грузах. Что наши предприятия несут определенный ущерб, в том числе из-за срыва контрактных обязательств. Понятно, что если вы не отгрузили продукцию, вы должны вернуть деньги за неотгруженную продукцию. Все эти проблемы находятся на постоянном обсуждении с нашими международными партнерами, с участниками формата 5+. Электромаш «Молдавызолит» и завод «Потенциал» столкнулись с блокировкой своей продукции в августе. Два предприятия уже стоят. Электромаш работает на склад. Без работы уже остались. И в ближайшее время могут остаться более тысячи человек. Министерство иностранных дел и руководство предприятий обратилось за помощью к международным наблюдателям. На заводы приезжал представитель американского посольства. После осмотра цехов, оборудования и продукции заводов он согласился с их гражданским назначением. Предприятия готовы принять и делегации других стран и организаций.